Так, ну я думаю можно начинать, по крайней мере, представляться. Мы решаем небольшие технические трудности, переносим сейчас презентацию с моего компьютера на местный, чтобы что-то было в крайнем случае, не будет красивых картинок. Для начала было бы интересно просто узнать, как вы оказались здесь, и что вам интересно было узнать про Иран, и потом уже можно будет познакомиться чуть получше и представиться. Буквально пару человек. По микрофону. А, могу то же самое сказать в микрофон. Интересно узнать, какое общество они створятся, социалистическое или капиталистическое. Именно поэтому мы проводим сегодняшнюю встречу, узнать, какое общество они створятся. Про иранские стартапы было бы интересно узнать. Еще какие варианты? Давайте еще один человек скажите что-нибудь новое. У меня тут, честно говоря, возможность узнать, есть ли у нас в городе какие-то спецы, варианты, возможности изучать карсо-персидские. У нас верстно. Мне тоже очень интересно. Потому что я пытался учить в Петербурге, и в Петербурге довольно сложно найти, по крайней мере, носителя. То есть, хотя иранцев кажется сильно больше, чем кажется в России. Чаще всего это иранисты, которые работают в университетах. Во, у меня отлично скачивается презентация, я думаю, она у нас все-таки будет сегодня. Но пока я могу начать представляться, меня зовут Рома, вообще я из Новосибирска. Я занимаюсь дизайном цифровых продуктов. Если коротко объяснить, что это может означать, я бы мог работать, например, в компании ВКонтакте, и те функции, которыми вы пользуетесь, моя задача была бы сделать так, чтобы их было удобно найти, чтобы ими было удобно пользоваться, и они находились всегда в тех местах, в которых вы ожидаете их увидеть. Из Новосибирска я переехал после школы в Петербург. Я долгое время учился и работал. Потом короткое время работал в Москве, в Сан-Франциско, в Милане, и последние полтора года я живу в Кельтинке, откуда, в общем, и приехал на эту лекцию. Вчера лекция была в Екатеринбурге, позавчера лекция была в Санкт-Петербурге. Сюда я, на самом деле, приехал просто встретиться с родственниками, и получилось организовать и призначит лекцию здесь. За что большое спасибо Плинив-старшему и Новосибирскому открытому университету за помощь в организации мероприятия. И родственникам. И родственникам, да, за то, что помогли сделать так, чтобы в такой холодный день, хотя оказалось, что теплее, чем обещали, пришло человек больше, чем ноль. Больше, чем ничего. Так, я прервусь буквально на 2 минуты, у меня загрузилась презентация. Здесь я основной свет выключу. Нормально будет? Да, я думаю, было бы здорово, если бы можно было бы... Ну, потихоньку начинаю, пытаюсь занять время, пока скачивается лекция на флешку. Так, это вас здесь. Тогда от меня пару слов по поводу моего представления того, что вы будете говорить. Я вас уже поблагодарил, к слову. Новосибирский открытый университет с удивлением обнаружил, что про Иран можно говорить в плане форматов дизайна, интернет-кафе и вот тех вещей, про которые роман сегодня будет рассказывать. Ну, для меня это чертовски необычная подача, это интересно, я заинтригован. Я думаю, Дрига вполне себе будет оправдана. Так что вам ком. Ну, если немного говорить, почему лекцию провожу именно про Иран, что, как вы сказали, чаще всего про Иран думают совсем иначе. Да. Более того, довольно мало известно. При этом в последние годы все больше людей стало ездить, потому что Иран начал потихоньку открывать границы. То есть сейчас для большинства национальностей, если не ошибаюсь, 150 стран или что-то такое, визы либо нет, либо ее можно получить на границе. И в моем кругу начали появляться люди, которые съездили, или у них есть друзья, которые съездили, и у многих из них был очень хороший опыт. И если про поездку в Иран, как туристическую поездку, уже можно встретить какие-то лекции, какую-то информацию, то именно про то, как живут иранцы или что происходит, есть какая там городская жизнь, какие открываются заведения, какие есть места. Информации довольно мало. Поэтому про красоту страны, которая есть. То есть Иран это совсем не пустыня, там много исторических достопримечательностей, там очень красивая природа, страна очень разная, она огромная. Я говорить не буду вообще, потому что вы наверняка про это можете прочитать, а говорить я буду про то, что, скорее всего, найти в интернете довольно сложно. Вообще, когда хочется узнать про новую страну, самое интересное — получить доступ к живому человеку, который в этой стране был и что-то про нее знает. Поэтому здорово, если у нас останется время на диалог, после того, как я подойду по своей основной программе, покрыть те вещи, которые интересны именно вам. Ну что, задерживаем дыхание. Ну что, надо было скачать лучше. А, с диском, может быть? Ну-ка. Ура! Зажигается медленно, прямо так, по одной картинке за раз. Тем более она объемная, может, проще будет все-таки... Скачать лучше. Да, скачать. Скачать лучше. Снять еще. Скориентировать. Цвет я выключу. Выключите? Да, я выключу. Он же не будет сейчас перезагрузиться, да? Позже нажму. Я призрелся, если проще. Я нажал что-то, и он завис. С нами наружок. А, да, точно, может быть. Да, да, да. Так, и куда можно нажать, чтобы ускорить? О, чудесно. Сейчас свет выключу. Да, давайте выключим свет, и мы готовы. Афигенство. Слычка. Не-а. Ну, я думаю, не особо важно. В общем, помимо прочего, я посетил 220 городов в 67 странах. Из них 50 в России, еще 50 в пост СССР, и 100 остальных в остальном мире. И 4 года назад я про Иран не знал ровным счетом ничего. Как вы, если вы напишите в Яндексе «Иран», то на последней строчке популярных запросов будет «Иран, Ирак, в чем отличие?». Вот примерно был мой уровень знаний. Более того, в Иран я особо не собирался. У меня была мечта посетить все страны пост СССР, потому что меня озарило, какое чудо говорить на русском языке, с которым ты можешь приехать в страны столь разные, как Азербайджан, который вообще был частью Персидской империи, и в Таджикистан, который мусульманское государство, совершенно другая культура, совершенно другая история, и говорить без какого-либо языкового барьера и исследовать эти страны. Так, в 2015 году я приехал в Таджикистан, где удивительным образом познакомился с американским предпринимателем, который там живет уже 15 лет. Сейчас он переехал, кажется, в Ташкент, в Узбекистан. И переехал он туда потому, что подумал, что если в Америке он просто еще один предприниматель, в очень конкурентном обществе, то в Таджикистане, где людей инициативных, образованных, у которых есть международные, то это не так много, его набор навыков оказывается гораздо более уникальным. И в Таджикистане, действительно, в Душанбе он сейчас представляет чуть ли не все международные организации, которые там только есть. Он представляет организацию по защите воды, значит, он представляет международные организации предпринимателей, и он сделал инициативу knowledge across borders, знания без границ, которая помогает таджикским студентам находить стажировки и получать образование за рубежом. И в Душанбе, что меня просто поразило, в городе, не знаю, есть ли люди, которые были, там делать особо нечего, там есть один отель Marriott, и каждый день он находит повод, чтобы надеть свой смокинг и пойти в единственный отель Marriott на очередную международную конференцию. Меня поразило. И когда я у него останавливался по каучшерфингу, это такой сайт, где можно найти людей в других странах, и остановиться у них на пару дней, он учил персидский язык. У него такая советская квартира, советская мебель, советские, значит, стены, обои с американскими элементами. Например, у него там такие доски, где много стикера, значит, вот как мы видели в американских фильмах, производят интересное впечатление. И он учил персидский фарси, потому что он думал о том, чтобы переехать в Иран. И он мне рассказал, что Иран — это большая страна, что в Иране живут 80 миллионов человек. Это вторая страна по населению после Египта в регионе, и вторая страна по площади после Саудовской Аравии. Это богатая страна. Иран, если не ошибаюсь, вторая страна в мире после России по количеству натурального газа, который есть в стране. Иран — это очень молодая страна. Больше половины населения моложе 25 лет. Это в старейшем мире, это просто невероятно. Иран — довольно образованная страна. Прямо сейчас количество людей, вовлеченных в систему высшего образования в Иране, порядка 7,5%, что соответствует уровню Соединенных Штатов, и в 2,5 раза больше, чем в России. Понятно, что на качество высшего образования это не влияет, но, по крайней мере, тот факт, что больше людей получает высшее образование, довольно интересен. В 2012 году, еще в 2012 году, у каждого иранца было по мобильному телефону. Если смотреть на процент проникновения мобильной связи, то это 120%. Это значит, что у некоторых по два мобильных телефона. Это значит, что у людей есть доступ к связи, есть доступ к интернету. С интернетом тоже все хорошо. Сейчас средний показатель по Ирану, он в последние годы вырос. 70% населения имеет доступ к интернету. В России ровно та же цифра. В Тегеране этот процент выше, это 80%. В Москве для сравнения 90%. Разница небольшая. Значит, и при этом, при всем, Иран находится под колоссальными санкциями. Санкции были введены в 79-м году, или в начале 80-го года, когда произошла дыра неисламская революция. Радикальные иранские, исламские студенты захватили американское посольство, держали в заложниках 444 человека. В итоге как-то все мирно решилось, в заложниках отпустили. Но с тех пор дипломатических отношений между Ираном и Соединенными Штатами не было. И диппредставительства в Иране тоже не было никогда с того времени. И состав санкций со временем менялся. Причины санкций менялись. Последние санкции, если на них смотреть, они связаны в первую очередь с иранской военной программой, с иранской ядерной программой. Но вот имеем то, что имеем. Значит, что санкции представляют собой на бытовом уровне? Иран полностью исключен из мировой банковской системы. То есть нет ни одного легального способа из России или из любой другой страны мира переслать деньги в Иран. Ровно как из Ирана невозможно переслать деньги за рубеж. Иранские банковские карты не работают за рубежом. Ровно как и любые другие банковские карты, Visa, MasterCard, наш мир, они не работают в Иране. То есть если ты едешь в Иран, ты снимаешь в стране отправление деньги со своей кредитной картой, приезжаешь и там меняешь доллары или евро в банку. Я отойду, налью себе водой. На самом деле сказывается это на жизни и обычных людей, поскольку у иранцев такие же проблемы открытия банковских счетов, например, за рубежом. У меня есть знакомые, которые ехали в Грузию, ехали в Турцию, чтобы открыть банк там. Но чаще всего, если у банка есть филиал в Соединенных Штатах, то Соединенные Штаты оказывают определенное давление, эти банковские счета замораживаются. У меня есть знакомые, у которых замороженные банковские счета с замороженными деньгами за рубежом. Запрещена торговля иранских компаний с любыми американскими и европейскими компаниями в том числе. То есть санкции американские и европейские. Это значит, что в Иране нет ни одной американской и европейской компании. Сильнее всего это чувствуется во всей инфраструктуре и технике, потому что Иран не может ее закупать. Например, в Иране один из самых старых в мире пассажирских флотов. Иранцы, на самом деле, боятся летать внутри страны, потому что многие самолеты закупались 30-40 лет назад. Они ездят на автобусах, которые они покупают в Китае, совершенно отличные автобусы. Но я думаю, средняя фобия перелетов в Иране выше, чем в Памире. То же касается и предоставления услуг. Нет ни одного легального способа отправить американского и европейского инженера, чтобы он мог решить какую-то проблему или поделиться опытом в плане всего, что касается инфраструктурных проектов. Был довольно курьезный случай, не так давно, как самолет компании Norwegian, который выполнял рейс из Дубая в Осво, совершил вынужденную посадку в аэропорте Шираза на юге Ирана, потому что у него отказал один из двигателей. И в итоге, как вы думаете, сколько времени он там задержался? Четыре месяца, когда я смотрел последний раз. Я не уверен, что он до сих пор оттуда улетел. Потому что как только он там оказался, не было ни одного легального способа ни привести произведенные в Соединенных Штатах или в Европе компоненты, необходимые для ремонта, ни привести инженера, который мог бы проблему решить. Вот. И такое повсеместно. И, конечно, то, что касается личных свобод, иранцам довольно сложно путешествовать. Я испытал это на своем личном опыте. Мы делали визу в Италию моему другу из Ирана. Это 40 документов, это 2,5 месяца. Поэтому если вам кажется, что в России нам сложно делать американские и европейские визы, забудьте об этом. Я прошел через такой ад, что больше никогда не жалуюсь. И, значит, вот это набор санкций, который существует до сих пор. Но тогда, в 2015 году, когда я был в Таджикистане, при администрации Обамы шли разговоры о том, что санкции будут постепенно снимать. Достигались соглашения в иранской ядерной программе. И весь международный сентимент по отношению к Ирану начал потихоньку меняться. Выходили вот такие обложки Times. Иран 2025, как его будущее изменит мир. Президент Рухани Иранский отправился в международный тур. Его встречали везде в европейских странах. Иран виновенно заявил о том, что он готов купить 100 самолетов в один год и в ближайшие три года еще 400. Что было бы для компании Boeing самым большим заказом за последние 20 лет. В итоге санкции не сняли. Но мой интерес к стране остался. Дэниел хотел поехать в Иран для того, чтобы быть вот таким проводником, как он сейчас в Таджикистане, в Иране. И помогать американским, европейским компаниям приходить в Иран, когда санкции начнут снимать. И сейчас для описания отношений Ирана с миром больше подходит другая картинка, другая обложка Times. В переводе «Иран против всего мира». Это обложка на самом деле 1987 года. Но можно сказать, добрая классика, ничего с тех пор особо не изменилось. И гораздо привычнее слышать об Иране, если мы хоть что-то слышим, как и в стране с религиозной диктатурой, где, значит, в руководстве милитаристы, религиозные фанатики, цензура, ограничение свободы слова и прочих свобод. И как оно на деле? И об этом мы сегодня поговорим. Есть одно видео, которое мы не сможем посмотреть, но вы можете найти его на YouTube. Называется «Сто для красоты». Они сняли такие ролики про каждую страну, где показывали, как менялось представление о красоте в разных странах. И если смотреть про Иран, там довольно интересен переход. Видно, что девушки, как мы представляем, в мусымальских государствах закутаны в платки. Здесь в 10-х, 20-х годах, 30-х годах прошлого века. Потом в 30-х годах резко происходит перемена. Стандарт меняется полностью на западный. 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е – это полностью американский стандарт красоты. И в 80-е полностью черный платок, закутан так, что не видно даже волосы. И постепенно это упрощается, упрощается, упрощается к нашим временам. Вот эта картинка, мне кажется, из 2000-х. Она все еще носит платок, но он становится более цветным, более открытым. Видны волосы. И следующая картинка, 2010-е годы. Платок уже красный, полупрозрачный. И волосы открываются все больше и больше. Но в действительности, ну и если смотреть комментарии к этому видео, вот многие пишут, когда происходит такой резкий переход 70-х, 80-х, когда девушка была просто, вот, как мы привыкли видеть стандарт красоты, а потом полностью завернута в черный платок, люди пишут «я чуть не заплакал на этом моменте». На самом деле, то, что мы воспринимаем символом, может быть, опрессии или ограничением свободы, может не так восприниматься в Иране. И в Иране с платками довольно сложная история. Было даже время, когда они были запрещены. То есть в 30-е годы прошлого века иранский шах взял курс на Запад и проводил политику, что сейчас называют декультурализацией, когда он говорил о том, что, значит, мы должны выглядеть так, чтобы наши западные коллеги над нами не смеялись. И были законы, что девушка не могла выходить в платке на улицу, и даже полиция могла просто отобрать платок, если они видят, что она его носит. Надо понимать, что платок в Иране – это не только символ ислама, но в том числе и символ женственности. И долгое время, значит, девушки обеспеченные, реаборизованные носили платок. Так же, как у нас, например, можно сказать, что там мужчина в пиджаке выглядит представительнее, или там девушка в шубе выглядит богаче. И спустя время многие девушки против этого протестовали. В исламской культуре вообще волосы считаются довольно эротической частью тела, поэтому держать их открытыми – это примерно то же самое, что нам там выйти в купальники посреди города. И многие девушки из-за этого не выходили на улицу, просто потому что для них это было стыдом. В общем, было довольно жестко. И со временем становилось ограничение, снимались и снимались. По интернету ходят вот такие картинки, как выглядел Иран до революции. Значит, девушки носили разноцветные одежды и, видимо, читали сильно больше книжек, потому что книжка здесь у каждой. Были вот такие картинки. И картинки эти чаще всего используются для того, чтобы сказать, что в Иране раньше было очень много свободы, и не было никакого ислама, была светская сторона, а потом, значит, произошли изменения. Но гораздо правильнее сказать, что было и так, и так. А разница была в том, что у девушек был выбор. То есть религиозные девушки носили платки, менее религиозные не носили. Так или иначе, в результате декультуризации других экономических и социальных причин в 79-м году в Иране произошла исламская революция. В том числе одним из символов революции был резкий поворот на восток, когда все западные вещи считались неприемлемыми, поэтому и произошел захват американского посольства. И многие девушки нерелигиозные, для того, чтобы поддержать религиозных девушек в Иране, стали носить платки в знак поддержки. И отчасти из-за этого платки, девушки, которые носят платки, стали символом революции 79-го года, когда страна стала жить по исламскому закону, и стала называться Исламская республика Ирана. Что значит Исламская республика? Это значит, что страна изживет по исламскому закону. Вся правовая система базируется на том, что написано в древних законах Харана. Когда я спрашиваю своих друзей, что это означает, они говорят, Рома, вспомни все вещи, которые тебе нравятся. Представь, что ты сидишь в хорошем ресторане, с красивой девушкой, в открытом платье, ты пьешь бокал вина, играет хорошая музыка, и вы идете танцевать. Все вещи, которые ты любишь, в Иране запрещены. Вот такой короткий список того, что принесла с собой Исламская революция. Несмотря на то, что многие люди поддерживали революцию, когда были введены довольно жесткие ограничения, были протесты, но текущее правительство закрепилось, и в каком-то виде это дошло до наших времен. Коротко по списку. Алкоголь запрещен, за производство можно сесть, как в Советском Союзе за производство алкоголя после 1948 года. Запрещена любая музыка. Если у тебя из машины играет кассета, можно было уйти в тюрьму на несколько лет. Это сложно нам понять, но в Исламской культуре очень осторожное отношение ко всем развлечениям, в том числе к искусству, так как это отталкивает тебя от религиозного чистого пути. Точно так же запрещены любые танцы. Введен дер скотт, как для мужчин, так и для женщин. Одежда должна закрывать тело до щеколоток и до кистей. Девушки носят плоток. Запрещено любое публичное проявление нежности. То есть девушки и мужчины не могут держаться за руки, на людях ровно как и целоваться, и еще что-то. И вообще отношения внебрачные находятся, можно сказать, под запретом, хотя это все-таки зависит от устыперения религиозности той или иной семьи. В Иране, по крайней мере сейчас, есть семьи более религиозные, которые, как в Узбекистане, например, девушку опекает семья до тех пор, пока находит девушке мужа, и дальше муж принимает эстафету и опекает девушку до конца ее жизни. Но есть и менее религиозные семьи, и сейчас в Тегеране, например, девушки могут и встречаться вне брака, если, конечно, они не пишут об этом на каждом углу, потому что это против религиозного закона. Они живут отдельно, и у них гораздо более свободная жизнь. Более того, введена сегрегация в школах, то есть мальчики учатся отдельно, девочки учатся отдельно. Все равно это было значительно лучше, чем, например, в Саудовской Аравии, где во многих зданиях до сих пор, на самом деле в большинстве публичных зданий, все спроектировано так, чтобы два пола не смешивались. То есть у тебя там в Бургер Кинге есть две кассы, одна для женщин, другая для мужчин, для того, чтобы они вне исламского контекста не примешивались. Важно сказать, что в остальном революция ограничительно сказалась на женщин и мужчин примерно в равной степени. То есть если во многих арабских странах у женщин отнимались права, то есть они не могли ни голосовать, ни водить автомобили, ни получать образование, в Иране такого не происходило. Более того, отчасти из-за их большой роли в исламской революции они где-то даже в правах приобрели. То есть в Иране девушки могут водить автомобили, они получают образование на уровне с мужчинами. Единственное, что есть некоторые специальности, запрещенные для женщин и запрещенные для мужчин. Это похоже, знаете, на российские трудовые кружки в школах, когда там девушки готовят, а мальчики делают напильники. Те специальности, которые запрещены, они чаще такие, как мы говорим, традиционно мужские или традиционно женские. То есть судостроительство, инфраструктурные проекты, еще что-то. При этом, что интересно, все, что касается математики, науки, девушкам открыто в той же мере, что мужчинам. Буквально в прошлом году, не помню, Нобелевский репресс, или в какой-то похожей степени получила иранская девушка-математик, первая девушка, значит, в этой математике. Вот этот список, это то донос, с которого стоит начинать лекцию. Я думаю, все, что я скажу после этого, оно уже будет восприниматься лучше, и мало возможности, значит, ухудшить впечатление об Иране, после того, как вы его увидели. Более того, я дальше расскажу, как отношение к этому списку, и как его действительно применение в реальность меняется в Иране со временем. Но в Иране, да, истонанские законы, это довольно строго. Сразу покрыть один вопрос, да, если вы едете в Иран как турист, то вы по ровно тем же самым законам живете. То есть вы носите платок. Вот, кстати, картинка из 2010-х годов. Примерно так выглядит сейчас иранская мода. Что довольно интересно, что по исламскому закону до сих пор ведем дресс-код, что вроде волосы должны быть закрытыми, но при этом платок со временем уходит все дальше и дальше на затылок, одежда становится все более и более открытой. Я знаю, что этот список звучит дико. У многих людей просто становится волосы дыбом, если они не знали ничего про Иран. Что я нахожу довольно интересным, что когда я разговариваю с моими иранскими знакомыми, многие вещи, которые нам кажутся столь привычными, точно так же вызывают удивление у них. Это просто к тому, что, знаете, все познается в сравнении. Например, если взять армию. В Иране также обязательная армия, как и в России, но при этом, если у нас могут отправить тебя на другой конец страны, то у людей, когда я рассказывал об этом в Иране, у них встают волосы дыбом, это же просто бесчеловечно. Более 20 километров от города никогда не отправляют, и у тебя есть возможность даже обедать дома, в то время, как ты проходишь армию. В России довольно сложно получить альтернативную службу. Если тебе не хочется держать в руках оружие, то у меня есть несколько знакомых, которым приходилось судиться для того, чтобы получить это право. Брани, насколько я понимаю, это практика распространенная. У меня есть 4 знакомых, которые проходили альтернативную службу. Меня удивляло, когда смотришь их в Инстаграм, и они 4 дня носят военную форму, а потом появляются в ресторанах в Тибиране и, значит, ведут абсолютно нормальную жизнь. Далее. Ну, значит, ознакомившись с этим списком и довольно мало зная про Тибиран, когда в него приземляешься, то не сложно поверить, что ты оказался в настоящей цитадели зла. То есть город довольно плёклый, он очень хаотичный. Вот так переходят улицу столичные жители. Наверное, хуже только в Шанхае. Если горит красный сигнал светофора, это не означает, что машины останавливаются, это означает, что можно перебегать. Как вы видите, не знаю, видно ли по картинке, но людей это особо не беспокоит, все довольно спокойно к этому относятся. Я тоже уже на пятую поездку научился, значит, отвечать на телефон, писать какие-то смс-ки и спокойно переходить между машинами. Это навык, который развивается. Но сначала в первую поездку очень боишься и скорее пытаешься собрать вокруг себя довольно большую группу людей, чтобы вас было просто страшно давить, и вы могли спокойно перебежать дорогу. На каждой большой площади висит довольно изощрённая пропаганда против Соединённых Штатов. Не помню, это старая картинка, что конкретно было здесь, наверное, про большие потери Ирана в войне, но есть не менее интересные работы. Вот, например, перекрашенные в цвета американского флага автоматы. И, конечно же, это страшно. Отчасти из-за этого, отчасти из-за того, что Тигран — это огромная мега-столица размером чуть меньше Москвы, но куда больше хаотичнее, куда менее интереснее с точки зрения туризма, большинство людей не задерживаются там и дня. Они прилетают в аэропорт Тиграна и едут в соседние исторические города, где, значит, больше интересных достопримечательностей. Вот так выглядит обычный иранский рынок. И, опять же, если не знать контекста про платки, то это выглядит довольно страшно, и все в чёрном, и все такие, значит, суровые. Потом Дэниел из Таджикистана познакомил меня с несколькими предпринимателями в Иране, которые дали мне список мест, к которым не можно сходить. И довольно скоро оказалось, что если свернуть с большой людной улицы, где справа висит разорванная американская флага, слева висит череп расколот и перекрашенные цвета израильского флага, то можно оказаться в местах совершенно других, где совершенно другие люди, они по-другому говорят, они гораздо свободнее себя ведут, а там приятная спокойная обстановка. И таких мест в городе оказалось много. Я думаю, контраст довольно разительный. Если вы видите эту картинку, я не знаю, что с освещением, значит, это одно из заведений в центре Тегерана. Вот так на улицах, а вот так в этих местах. Что интересно, что таких мест оказалось не единицы. То есть замечательных кафе, ресторанов, музеев, книжных магазинов, их десятки. И если в России часто можно подумать, что это копии красивого европейского стиля и красивого американского стиля, то Иран отчасти из-за своей изоляции производит довольно интересное впечатление, потому что места определенно персидские. Они прям выглядят как персидские. Например, у них очень много интересных ярких цветов, очень много зелени, хороший, значит, интересный интерьер всегда, очень много дерева, очень много скульптур, там дальше будет картинка из этого же кафе, где, значит, на одной из стен, значит, как-то скульптуры ушей, как будто бы из стены большое-большое количество ушей, и, значит, стены тебя слышат. Довольно интересно. И я остался в Тегеране подольше, чтобы собрать все такие места, потому что я настолько удивился, это был настолько огромный контраст. А и люди там себя ведут по-другому. Это молодые, интересные люди, они в первую очередь тебе говорят о том, что они нерелигиозные, в том числе, потому что все воспринимают Иран как очень религиозную страну. Люди говорят об этом чуть ли не в первом предложении вашего общения, они хорошо говорят на английском. Нужно сказать, что в Иране гораздо лучше, значительно, несравнимо лучше люди говорят на английском, чем в России. Отчасти, наверное, из-за того, что в Иране официально запрещены все западные фильмы, при этом, как в любой нормальной стране, все смотрят западные фильмы, просто они не дублируются на иранский. То есть они смотрят субтитрами. Что интересно, когда ты общаешься с молодыми иранцами, то ваш культурный багаж, он примерно одинаковый. Вы смотрели одни и те же американские комедии или какие-то еще фильмы, просто они их смотрели субтитрами. И я стал собирать такие места. Я составил себе большой список. Сначала всех классных кафе, их было там 40 штук, потом всех классных галереи, магазины. И их было довольно много. У меня не очень много фотографий, но так выглядят, например, некоторые книжные в Иране. Очень особенно я таких книжных, например, в России, в Европе видел довольно немного. Тот же Дэниел познакомил меня с иранским медиа, которое пишет про стартапы, про технологические инновационные компании. На тот момент их было 4 человека, сейчас у них там огромный офис. Они пишут на английском и на персидском по новой компании, которая появляется в Иране. Мы пришли с ним, я пришел к ним на встречу, и я им рассказываю, представляешь, я пришел в такое классное кафе, там был эспрессо, люди были в Apple Watch, они работают на ноутбуках, такая обстановка. И я был совершенно в шоке. Я как бы пытался им показать, насколько мне понравилось, значит, то, что я увидел в городе, насколько это необычно. Они меня слушали, слушали, и говорят, чувак, ну ты ничего, это же Тегеран. В том плане, что это абсолютно привычное дело. И я понял, что в их глазах я выгляжу примерно так же, как мои финские, американские коллеги для меня, которые на полном серьезе, люди с высшим образованием, спрашивали меня, приходилось ли мне охотиться или рубить дрова во время моего взросления в Новосибирске. Вот честное слово, люди с высшим образованием. Или это ровно точно так же, как строить впечатление о России, если смотреть наши федеральные каналы с выступлениями про радиоактивный пейп и прочие вещи. И я понял глубину своего невежества и глубину своего незнания, значит, про то, как живут иранцы. И я решил задержаться подольше и искать в городе больше вот таких интересных мест, где люди, вопреки тому, что ты видишь на улицах, создают инициативы, которые делают город чуточку приятнее и помогают всем другим людям чувствовать себя там чуточку комфортнее. Оказалось, что в Тигране очень хорошие парки. Во-первых, их много. Если вы были в Грузии, то там примерно похожие ситуации. Они огромные, их очень много. В них можно затеряться. Кстати, в них разрешено сидеть на траве, что запрещено в некоторых российских городах. Как оказалось, потом многие там даже пьют алкоголь, потому что полиция не забирается в парки. А как, собственно, вибрация GPS и Голланса работает? Это вообще не работает? Google не заблокирован, если я не ошибаюсь. Поэтому работают и Google, и Google, и Google. И даже можно заведение искать на карте. Есть велопрокат. Вот две закупанные в платки иранские девушки смеются и катаются на великах по парку. На каждой иранской тегеранской автобусной остановке есть фонтанчики, куда можно подойти, набрать воды и попить. В Тигране хаотичные движения, как в России, там есть надземные пешеходные переходы. Только в Тегеране, в отличие от России, они, во-первых, освещаются, а во-вторых, в них есть эскалаторы. Везде. Это просто косвенные признаки того, как развит город. А на каждой автобусной остановке, на каждом вокзале, в аэропорту есть бесплатные розетки. В лавочке вдоль дорог. Картинка 15-го года, в Тигране везде была платная парковка в центре. Помимо политически заряженных граффити, довольно много традиционных вещей, которые, кстати, очень качественно сделаны. Нужно сказать, что и пропаганда тоже часто очень композиционно сделана красиво, но не с американским флагом, то было не очень. Вот, например, все элементы персидского Нового года. Значит, они едят много фисташек, пьют чай и едят гранаты. Вся навигация во всей стране переведена на английский. Последние 15 лет. На самом последнем краю Ирана, значит, базар где-нибудь на окраине города, там будет вывеска на английском. Это просто удар под дых Россию. И мои иранцы, которые приезжали в Россию, они жаловались на то, что они вообще не понимали, как можно ходить из точки в точку, потому что у нас нигде ничего не переведено. Даже в Москве, даже в Петербурге чуть-чуть получше стало с чемпионатом мира и прочее. Но они не значительны. Сложно сказать, почему так. Наверное, из-за того, что Иран ожидал, что санкции начнутся в какой-то момент снимать. И они значительно рассчитывают на туризм. Точно так же метро. Метро переведено. Очень современное метро. Одно из новейших в мире. Построено в начале 2000-х. Метро есть в оба международных аэропорта. То есть просто можно доехать на метро. Довольно приятная социальная реклама метро. Вот против вандализма. Вот так же есть мусор. Вот так выглядит платформа с иранскими девушками. Они довольно разные. То есть не все так, как на картинке с базаром. И более того, это, наверное, хороший момент для того, чтобы сказать, что со временем исламский закон не изменился. Но, как у нас говорят в России, строгость закона компенсируется. Значит, отсутствие необходимости его соблюдать. Применение закона становится все проще и проще. И сейчас на улицах Тегерана спокойно можно девушек увидеть, которые одеты, например, вот так. Если вы сегодня гуляли на улицах, наверное, не очень хорошая погода для этого. Но вы видели девушек, я вижу, вот несколько девушек тоже здесь. Носят такие платки просто, чтобы не замерзли. То есть не очень отличается от того, как мы представляем это себе здесь. Более того, по исламу запрещена облегающая одежда. Одежда, напоминающая, значит, о... Которая может как-то указать на форму тела. При этом в Тегеране это сейчас не особо соблюдается. Одним из самых больших действенных методов протеста стали леггинсы. Потому что про леггинсы в Коране ничего не написано. И, значит, девушки носят леггинсы, значит, чтобы протестовать против дресс-клода. Вот та самая картинка с ушами. Значит, это моя знакомая. Как вы видите, она одета тоже довольно ярко. Более того, значит, сейчас все больше можно носить одежду, например, которая там 20-30 сантиметров от чикола, так сказать. Или, значит, руки голые до локтей. Такого становится все больше и больше. Более того, вы видите тоже, что платок все дальше и дальше уходит на затылок. Интересно, что с ограничениями дресс-кода девушки значительно сублимируются в косметику. Про косметику тоже в Коране особо ничего не написано. И поэтому Иран вторая сторона в мире по потреблению косметики после Южной Кореи. И девушки красятся так, что как не красится в России. Одна из самых стильных вещей, которые я видел в своей жизни, это в одном тегиданском ресторане, который, насколько я понимаю, довольно традиционный, довольно религиозный. Девушка была закутана полностью в черный платок до, значит, почти щиколоты. И при этом у нее была яркая красная помада, кольца на руках и белоснежные найки. Это производит настоящее впечатление. И сейчас видно, как девушки стараются перевернуть восприятие платка так, чтобы он стал модным элементом. И интересно, что действительно платок со временем все дальше и дальше отходит назад. Все больше волос видно. Сейчас один из самых действенных методов протеста тоже, что девушка носит платок, но при этом носит его вот так, что его практически не видно. То есть открытые уши, например, здесь не открыты, но такое часто бывает. И если он спадает, даже в общественном месте, то она его не поднимает сразу. Она как будто бы это не замечает и идет так 10-15 минут и потом поднимает. Еще заметно, что в городе в зависимости от того, в каком-то районе, может быть, более модном, развитом или в более традиционном, где базар, девушка регулирует свой платок так, чтобы вписаться в местный контекст. Но при этом ограничения все равно есть. И я думаю, важный момент именно в том, что по закону дресс-код до сих пор довольно строгий. И, как мне кажется, правительство держится за платок отчасти из-за того, что это был один из главных символов революции. При этом само ограничение на практике со временем расползается все больше и больше. И заметно, что то же самое происходит практически со всем остальным списком, который я вам показывал раньше. Значит, во многих исламских странах есть, что называется, полиция морали, полиция нравов. Они ходят по улицам и убеждаются в том, что люди соответствуют исламскому, значит, расходу. Так вот, умельцы два года назад в Тегеране сделали приложение, как Яндекс.Карты, где можно отметить, где ты последний раз видел такого полицейского, значит, для того, чтобы ему не попасться. Потому что если полицейский увидит, например, девушку, которая одета не по исламскому кодексу, то чаще всего он может, если это платок спа, то он попросит ее просто закутаться повыше. Если ограничение, если, значит, нарушение более серьезное, то он может отправить ее переодеться, и чтобы она вернулась к нему, отметилась, и только после этого она пойдет на работу. Если совсем суровая, то он может даже задержать ее на день, и забрать ее могут только, значит, родители или муж. Но протесты продолжаются, и действительно в последнее время стало больше и больше. И для меня это удивительный момент. Я значительно долгое время выяснял в Иране, как вообще с культурой протестов. И сейчас могу сказать, что в какой-то мере свободы выражения недовольства законами религиозными и прочее-прочее отчасти даже больше, чем в Советском Союзе. Например, в прошлом году были большие протесты, связанные в том числе с несоответствием ожиданий на правительство. Поскольку люди ожидали, что будут сняты санкции, Трамп их только ужесточиво отменил предыдущие соглашения. Экономика в стране становится все хуже. Люди вышли на улицу, сотни тысяч человек, в том числе были протесты против платков, задержали двух человек, которые были организаторами, им дали по шесть лет, при этом всех остальных, в общем, примерно не тронули. Но это касается именно против платков протестов, потому что все религиозные и все политические вещи подавляются довольно жестко. Но не массово, скорее как демонстративно конкретных людей. И в Тегеране сейчас все больше становится подобного рода протестов, когда девушка приходит куда-то с белым платком, становится на возвышенности и машет им как белым флагом до тех пор, пока ее не заберет полицию. И что самое интересное, что это работает, что в какой-то момент руководство страны или города, муниципалитета на это реагирует, и два года назад тегеранская полиция выпустила, значит, объявление о том, что они больше не будут арестовывать девушек за подобные нарушения. То есть сейчас максимум, что они могут делать, это выписать штраф на наши деньги, там, 500 тысяч рублей неприятно, но незначительно. И выписать вам направление на лекцию, которую вы должны прослушать, чтобы чуть больше соответствовать стандартам ИСОМской морали. И сейчас в Тегеране... Да, 500 тысяч рублей за... Нет, 500 рублей. 500-1000. Да, 500 тысяч. Извините, я, может быть, не... Ну, немножко неприятно. Да-да-да. Нет, 500 тысяч. Нет, немножко неприятно, но незначительно. Вот. И в Тегеране сейчас прям очень заметно. Я первый раз съездил 4 года назад. И был в прошлом августе. И можно на улицах увидеть девушек, одетых вот так. Что, ну, может быть, не кажется вам удивительно, но было значительно удивительно. Я думаю, что их просто должна забрать полиция мгновенно. Мне кажется, их до сих пор и забирает, может быть, полиция. Но, по крайней мере, таких людей становится больше. Они не боятся больше этой девушке. Вот это одна из девушек в галерее, но я видел людей, которые так ходят прямо на улице. Но чаще всего это сейчас выглядит вот так. То есть если вы пойдете по иранскому инстаграмму, то вот так одеваются девушки. У второй девушки даже не видно. Но, кстати, вам не видно и ни у одной из них, что у них есть вообще платки. Видно, да? Особенно в разного рода заведениях. Если заведение, например, где-то за закрытыми дверями или далеко не на главной улице, то часто бывает, что у нее спадает платок, она полтора часа его даже не поднимет. Если место, скажем, в торговом центре, то они более строго соблюдают. В том числе из-за того, что если посетители не соответствуют Исламскому кодексу, то пострадает в итоге заведение. Его могут закрыть на день, на два. Вот. Про инстаграм вообще довольно интересно, поскольку в инстаграме идет совершенно другая жизнь. Вообще топ-500 сайтов в мире, большинство из них в Иране заблокированы, но каким-то образом не заблокированы инстаграма. И инстаграмом в Иране пользуются 24 миллиона человек, в России 29, при том, что Россия в полтора раза больше. Ну, просто на всякий случай. У огромного количества людей, у каждой галереи там по нескольких десятков тысяч подписчиков, и жизнь идет довольно активная. И девушки в инстаграме очень часто просто не носят платок вообще. У многих все равно приватные аккаунты, но вообще не боятся. И когда я спросил своего друга, что мне будет, если я просто возьму эту фотографию, распечатаю и приду, покажу полиции. Что произойдет? Он говорит, полиция поверхствует виска, потому что у них и так много забот, и просто всех не арестуют. Это миллионы и миллионы девушек, которые делают такие фотографии, и полиция просто не обращает больше на это внимание. Если это не жестко политическая, жестко религиозная акция, то полиции в общем все равно. Кстати, по поводу доверия полиции, мне кажется, тоже большая разница между Россией и Ираном. В Иране мне говорили, что полиция это такие же люди, как и мы. Они исполнители, они чаще всего не хотят делать то, что они делают. Но они удивляются, например, что у нас есть такие статьи, как оскорбление полицейских, или как это называется, применение физического... Оскорбление должностного лица, которое дают за какие-то совершенно мизерные вещи. В Иране такого не происходит. И мой самый любимый момент. У одной из главных иранских активистов за права женщин примерно столько же подписчиков в Инстаграме, сколько у иранского президента. Для России совершенно невозможная картина. Я пытался найти Путина, но Путина нет в Инстаграме. Зато есть иранский президент. Она публикует в Инстаграме, значит, видео, которое ей присылают девушки с нарушением их прав, или если к ним как-то относятся неподобающим в заведениях. И потом миллионы иранских девушек просто бойкотируют это заведение и больше туда не ходят. И такого становится все больше. То же самое происходит, если пойти по остальному списку, который я вам показывал ранее. Раньше музыка была под запретом вообще. Сейчас музыка играет из каждого утюга. В каждом заведении играет Spotify или что-то еще. Чаще всего бесплатные, с рекламой, потому что иранские кредитные карты не работают за рубежом, они не могут купить подписку. В машинах играет радио, на улицах играет музыка. Молодые ходят с телефонами, как в России, и слушают музыку за это. При том, что исламский закон не изменился. В Инстаграме все до сих пор так же строго. В Иране довольно много концертных залов. Есть музеи, посвященные Гетхогену, еще что-то. Для меня было удивительно разбираться в этих градациях законности, потому что иногда очень неясно, как это вообще работает, при том, что закон довольно строгий. Танцы до сих пор запрещены. Разрешены только танцы племенные, традиционные. На телеканалах музыка есть, но запрещено показывать музыкальный инструмент. Алкоголь запрещен, но при этом алкоголь можно купить в любом киоске. Из-за употребления алкоголя сначала дают штраф довольно небольшой, а после этого административное наказание, и, по-моему, только с третьего, с четвертого раза уже как уголовка. При этом, на самом деле, если ты не попадаешься на улицы с алкоголем, что соответствует нашему распитию в общественных местах, то многие иранцы пьют спокойно, и это их не беспокоит. Более того, в Иране очень популярна Балтика 0, это единственная дива, которая продается официально. Один из последних оплотов были концерты, где женские солистки, это было строжайше запрещено, в том числе, опять же, из-за того, что женский голос это как бы очень, не знаю, эротически или возбуждающе может действовать. Разрешены были концерты, где женский голос неразличим, если он где-то в холле. И при этом в Тегеране проводятся эти концерты, и не только подпольные. Я вот недавно узнал, здесь, видите, 150 тысяч просмотров, в одном из главных концертных залов, как бы независимых в Тегеране, где около 1000 человек, организовали, продали билеты и провели концерт с женской вокалисткой. Им запретили после этого все официальные концерты, но при этом их не посадили. То есть это вот такие, айспик, если вы знаете группу, которым сейчас запрещают концерты в России, вот примерно такие же активисты, значит, в Иране, которые бьют все стереотипы. И действительно, такие вещи делать сейчас становится все проще. Дальше, раз мы заговорили про Инстаграм, про доступ к информации. А как я сказал, у 80% населения в Тегеране и 70% по стране есть доступ к интернету. В России популярен Телеграм. При этом первая страна в мире по количеству пользователей Телеграма – это Иран. Я сразу беру вопрос, как законодательство Ирана относится к криптовалютной индустрии? Понятия не имею. Почему относится к криптовалютной? Более половины населения Ирана пользуются Телеграмом. Более половины. По разным оценкам, 45 миллионов человек. В России был бум Телеграм-каналов два года назад. В России самое крупное сообщество – это, кажется, миллион человек. В Иране есть сообщество 11 миллионов человек, 5 миллионов человек. Самый крупный личный блог – 1 миллион. Хотя большинство из них анонимные по понятным причинам. При том, что в Иране Телеграм заблокирован, так же, как сейчас в России. Но прогресс не остановим, как мы знаем. Поэтому у людей есть доступ к информации. Более того, интерес к западным медиа и получению более широкой картины информационной повестки в Иране кажется больше, чем в России. И если в сообществе BBC русская служба в России 18 тысяч человек, то в Иране 980. Это в 55 раз больше. Радио Свобода, американская информационная служба, в России 18 тысяч человек, в Иране 130. То есть примерно в 8 раз больше. Можно подумать, что это только Телеграм, потому что все остальное заблокировано. Но я посмотрел специально на Фейсбуке, у BBC на русском, на Фейсбуке 4,5 миллиона лайков. Ой, нет, 680 тысяч лайков. А в Иране 4,5 миллиона. Тоже примерно в 8 раз больше. Про Facebook очень интересно. Значит, Facebook в Иране заблокирован был всегда. Если Телеграм был не заблокирован долгое время, его заблокировали только в прошлом году на фоне больших протестов, то большинство иранцев по умолчанию никогда не было доступа к Facebook. При этом 21% населения Ирана зарегистрировано в Фейсбуке. 16 миллионов человек. Это больше, чем в России. У нас есть ВКонтакте, но тем не менее. Далее про доступ к информации. На улицах Тегерана вот есть такая антисоциальная реклама, где показано, как западные медиа стягивают, значит, с прилежной иранской девушки традиционные ценности. А что самое смешное, что они действительно ставят все логотипы этих изданий, что, в общем, соответствует их рекламе. Как говорит мой хороший друг, если что-то такое запрещают, можно посмотреть и сказать, хорошие собаки надо брать. Вот полный список медиа, в которых можно узнать достоверную информацию про государство. Ну или другую точку зрения. И в России тоже есть недоброжелательные медиа. Есть газета «Медуза», которая переехала в Латвию. Но у нас они довольно маргинальные. То есть они становятся такими большими медиа. А в Иране вот часто вот этих каналов, большинство этих каналов, они производятся за рубежом. И есть один канал, который производится в Лондоне, на ферсидском, значит, на иранскую аудиторию. Также на аудиторию Афганистана и Таджикистана. Это один язык на самом деле. Хотя меня удивило в какой-то момент, что, значит, Иран был захвачен арабами, и алфавит сменился на арабский. То есть в Иране пишут арабское вязание. При этом это не арабский язык, это персидский язык, он другой. А в Таджикистане ровно тот же язык, это диалект персидского, пишут на кириллице. Потому что так решило советское правительство. Это один и тот же язык. И, в общем, иранцы и таджики могут друг друга понимать. И, значит, этот канал смотрит 30% населения. Каждый третий человек в Иране. Но это просто про то, что цензура не работает, и у людей есть интерес, и есть доступ к информации. 40 миллионов зрителей в Иране, Таджикистане и Афганистане. Можно лист вам, алдек, людей в правительстве Ирана? Честно говоря, не знаю. Знаю только, что у них в правительстве есть женщины, и это удивляет арабов, потому что у них такое... Кстати, один момент здесь тоже напомнил. Важно очень сказать, что Иран — это не арабское государство, это совершенно две разные этничности. И даже арабский язык — это совсем другой язык, а персидский входит в индоевропейскую группу. То есть персидский язык ближе к английскому и французскому, чем к арабскому. Это на самом деле так. А и культура сама по себе очень другая. И если вы летите в самолете из Стамбула в Тегеран, то большинство девушек не будут носить платки. Может быть, одна-две очень религиозных. Когда самолет садится, они медленно надевают платки и выходят из самолета уже в платках. При этом, если вы летите из Стамбула, скажем, в Дубай или в другую арабскую страну, то большинство девушек будут в платках. И если одна из них не будет носить платок, то наверняка найдется кто-то, кто подойдет и скажет, извините, не могли бы вы надеть платок, потому что вы нарушаете публичную принадлежность и нарушаете общательный порядок. В Иране в этом плане значительно проще. Вот эти одиночные протесты, которые я показывал, чаще всего никто не подходит и не дергает за ногу, что ты делаешь, что отчасти говорит о том, насколько в разных плоскостях находится законодательная база и то, как люди себя в стране ощущают. Но это, я думаю, в мире поединцы и фронтон-чин. Дальше. Мне посчастливилось поработать в иранском стартап-акселераторе, который помогает иранским технологическим компаниям находить аудиторию и запускать интернет-проекты. Мне было очень интересно, когда я все это узнал, что вообще происходит в Иране. В Иране буквально последние 5 лет очень сильно выросла скорость интернета, он стал сильно дешевле, доступ появился у большего количества людей. И сейчас у них есть стартапы, у них есть свой Uber, или как Яндекс.Такси, у них есть доставка фермерских продуктов и, значит, шафран. У них есть сайты, где можно получить помощь психолога, значит, онлайн. Есть свой таймпад, где можно зарегистрироваться на мероприятиях. Я проводил мероприятия, которые было зарегистрировано здесь. У них есть какое-то подобие сайта The Village, где можно посмотреть, какие новые места открываются в городе, какие новые выставки, конференции и, значит, приложения по ним ходить. Важно сказать, что все западные магазины, приложения, конечно, запрещены. Причем не в Иране, а из-за санкций. То есть ни одна американская компания не может предоставлять сервис иранцам. В том числе и поэтому ни одна операционная система, большинство софта не переведены, потому что это просто официально запрещено. И есть компании, которые прям страхуются и блокируют все IP-адреса, которые выходят из Ирана. Потому что, ровно как у нас, физические лица, юридические лица, юрлиц сильно больше штрафы. Им проще просто блокировать там пять тысяч иранцев, чем получать там огромные штрафы за нарушение санкций, которые Соединенные Штаты на страну повесили. Возникает вопрос, как я им помогал, если я не могу читать персидский, и как я им помогал с дизайном. В дизайне у нас есть такой метод, как слепой тест. Если, значит, прищурить глаза, размыть картинку, и если ты до сих пор понимаешь структуру сайта, что здесь меню, оно находится таким образом, оно здесь так структурировано, это главный заголовок, это следующий заголовок, так разбит текст, то это более-менее хороший дизайн. И примерно таким образом я и помогал им сначала, пока не научился читать персидский сам. То есть можно было посмотреть на такую вещь и задать просто огромное количество вопросов, типа, а почему верхний заголовок, если он более важен, такого же размера, что и второй? Или если второй, значит, такой большой, то почему он еще и синий, если он менее важен, чем первый? Ну, такие вещи. Ну, и вот здесь должна быть гифка, где можно крутить пять страниц инструкции, как установить приложение в обход стора, значит, как неподтвержденный разработчик, чтобы не пользоваться американскими сторами. Если вы посмотрите, как живут эти стартапы, как они работают, то, опять же, за закрытыми дверьми и происходит совершенно другая жизнь, в общем, ничем неотличимая от того, как работают стартапы, технологические компании в России. То есть, да, вопрос такой, если у них та же, допустим, банковская система не работает за убежь, как, ну, то есть стартапы, они же не могут все работать исключительно на, ну, как, внутри страны, то есть что-то. Ну, в России же как-то могут. Иран огромная страна. Это 80 миллионов человек, и поэтому большинство, они либо уезжают, если могут, либо работают на местный рынок. То есть, нет, нет приложений иранских, которые за рубеж продаются. экспорт иранского софта меньше 1 процента всей разработки. На самом деле, сам софт, он только начинается. То есть, это все произошло за 5 лет, поэтому не было так интересно, как дизайнеру этим всем заняться, потому что раньше интернет был очень медленный, очень дорогой. За 2 мегабита можно было платить 60 долларов в месяц, что значительно выше, чем в России. И вот только сейчас становится все проще и проще. Так что мы еще посмотрим, как бы все это будет меняться. Я провел несколько лекций в Иране про дизайн. Пришло довольно много людей, сильно больше девушек, чем кажется. Было, наверное, 30-40 процентов. Они просто раньше ушли. Вот. И когда я адаптировал презентацию со своего предыдущего шаблона, который я презентовал в Хельсинки и где-то еще, мне довольно много пришлось врезать. И не по религиозным или политическим причинам, а по той причине, что большинство вещей инструментов, которыми я привык пользоваться в своей работе, их просто невозможно использовать в Иране по той причине, что они либо платные, либо нужен доступ куда-то. Часто бывает, что зарегистрироваться нельзя на сайте американском просто из-за того, что там пишут «Ваш IP-адрес заблокирован, поскольку вы находитесь в стороне по санкциям». Если смотреть по списку санкционному, то вот, значит, на первом месте в мире, мне кажется, Северная Корея по парализации, да, а Иран на втором месте. Если вы посмотрите список паспортов по силе, то там, скажем, Италия, Соединенные Штаты первое и второе место, Россия где-то между 50-м и 70-м, и где-то в самом внизу списка, второй с конца, на одной строчке Сомали и Северной Кореи, вот будет Иран. И в итоге половина вещей, из тех, которыми я пользуюсь, я не мог посоветовать ребятам, потому что это было заблокировано. Скажите, какой вопрос, в связи с чем меняется ситуация, можете ответить? Ну, почему вот она последние несколько лет меняется? Ну, санкционно не меняется вообще. То есть, были ожидания. То есть, интернет проще стал, там, решили. Ну, сможно сказать, здесь важный дисклеймер, что я точно не эксперт ни в политике, ни в религии, ни в... Я могу, Роман. Либерализация просто постепенно... Как еще раз? Либерализация зависит от руководителя. Последние, за последние 10 лет были руководители в Иране во власти, до сих пор эти люди есть, которые выступают за смягчение определенное, вот, за послабление. Более поместительное. И они находят, безусловно, поддержку среди людей. Но система там довольно сложная, об этом можно говорить отдельную лекцию. У них есть... Насчет вопроса, извини, Рома. Да ничего. Про правительство кто-то спрашивал? Про сколько-то молодых людей. Ты считаешь, как в любой стране, ну, не больше и не меньше. Поэтому, что в правительстве молодой человек едва лета. Придет в любой правительстве. Ну, в принципе, адекватно мыслишь и нормальный человек, до 30 лет на его службу не пойдет, я думаю. Вот, поэтому и ранее, как и в России. Ну, это просто поясняк, я спрашиваю. Да. Значит, про политическую систему? Я спрашиваю, потому что нет 22 регионов. Класс. Вот, видишь, в России не так. Так. Я пойду дальше, потому что есть шанс не успеть, давайте вопросы перенесем на позже. Коротко про политическую систему. Она сильно сложнее, чем кажется, про это можно говорить еще час. У них есть, значит, верховный религиозный лидер и есть при этом президент, у которого меньше прав, ну, полномочий. И, насколько я понимаю, по крайней мере, так пишут даже западные медиа, президент, что называется, moderate, то есть он гораздо мягче сейчас относится к этому всему, и он открыто выступал за интернет-цензур, за отсутствие интернет-цензуры. То есть... Президент? Да, президент страны. Но при этом, когда его мнения было недостаточно для того, чтобы произвести изменения. Но в остальном, мне кажется, что просто настолько сильна позиция того, как ощущают себя люди, к тому, как ведет себя правительство, что просто со временем давление от людей становится все больше и больше. Вот. Ну и, как мне любят напоминать в Иране, всех не арестуешь. Когда у тебя становится такое огромное количество людей, то этому просто становится сложно противостоять. Коротко пройдемся про дизайн. Значит, если в России довольно много очень хороших интернет-дизайнеров, потому что у нас было всегда последние, там, лет 15 очень хороший доступ к интернету, значит, у нас было сложно получить хорошее дизайн-образование где-либо еще, поэтому было много самоучек, которые научились в интернете, и довольно легко, значит, вступить в индустрию ровно, как начал и я. То есть, у меня нет высшего образования в дизайне. И при этом у нас графический дизайн, индустриальный дизайн сильно, сильно ниже по уровню, чем, скажем, средний бировой. В Иране совершенно по-другому. Интернет был долгое время очень медленный, заблокированный, у них очень все плохо с качеством дизайна в Иране, значит, но при этом все, что связано с графическим дизайном на очень высоком уровне, и это имеет довольно длительную, значит, историческую традицию, и во всяких заведениях там просто все увешано плакатами. На улице, конечно, нету, но очень красивые плакаты, которые делают современные иранские дизайнеры. В Иране довольно большую традицию имеет каллиграфия по разным причинам, то есть, где-то написано, что отчасти это из-за того, что в исламской культуре вообще не рекомендовалось образное искусство, то есть, изображение лиц, людей, поэтому они больше занимались каллиграфией и декорированием. Если вы придете в мечети, то чаще всего там будет что? Паттерны и, значит, каллиграфия. Но есть и другие сведения, что это может быть связано с тем, что вообще в иранской культуре текст и работа с текстом очень важна, и в том числе и в Коране тексту выделяется большое внимание. И там по некоторым данным пророк Мухаммед говорил, что первым делом бог создал ручку. Поэтому каллиграфии в Иране много. Более того, в Иране есть свой национальный каллиграфический почерк, который называется Насталик. Слева то, как он выглядит, я до сих пор не могу его читать, а справа вот как выглядит его расшифровка, если писать компьютерным набором. Ну, да, и это совсем не важно, это перевод. Слева это стикер в Инстаграме, который мне прислал друг, а справа расшифровка. Это одна и та же надпись. Что интересно, они оба существуют равноправно, то есть в Иране встретить и тот, и тот, можно одинаково, и мне предстоит его еще изучить, если мне хочется в язык погружаться. И это очень сложный набор, его невозможно воссоздать типографским методом, в смысле отлить и напечатать, поскольку лигатуры, это комбинации букв, они настолько сложны и они насваиваются друг на друга вертикально, что это просто невозможно отлить. То есть на компьютере набрать можно, проще написать, но отлить невозможно. И что самое интересное, это почерк не для каких-то людей с высшим образованием в графт-дизайне, а так подписывают открытки иранцы. Вот у меня друг так подписывают открытки. Они так пишут в блокнотах. Это довольно распространенная вещь. И большинство классных иранских логотипов сегодня, это чаще всего каллиграфия, там довольно мало знаков. Вот, например, логотип одной из выставок в в одной из галерей Тиграна. Вот несколько плакатов. Справа хороший пример. Германский художник делал выставку в Берлине и для плаката он просто написал на фарси, на персидском, и на английском текст своей поэмы, которую он сам написал. Вот так появился плакат. Слева, мне тоже очень нравится пример, это анонс выставки человека, который терял зрение, насколько я понимаю, тереозрение, прочитал буквально мельком. И постер как бы видно, что он как в клетке своей светлоты, своей темноты. И поскольку арбская вязь она довольно каллиграфичная и там довольно много горизонтальных линий и вертикальных элементов, можно вписывать текст вот в такие графические конструкции. То есть это видно, что это как решетка, при этом текст конкретной фразы довольно читаемый неподготовленному зрителю. Вот если взять один элемент, то это три буквы и переводится как темнота. И у тебя такое облако тегов того, про что это выяснили. Другая интересная вещь. В графическом дизайне и в книгопечатании, когда мы хотим выровнять текст по горизонтали, так, чтобы левый край и правый край были выровнены, мы используем межбуквенное расстояние и пробелы между словами. В арабской графике ту же самую роль выполняют кашиды. Кашиды это вот эти связующие линии между буквами. Их можно гнуть как угодно. Вот справа это просто несколько слов, которые написаны так, что у них кашиды очень длинные и они изгибаются. я был на выставке, где одно слово может просто ползти по стене, изменяться, значит, уходить за угол, и тебе нужно за ним проследовать для того, чтобы прочитать и понять его смысл. Вот слева хороший пример тоже, внизу видно три слова, которые выстроены в треугольник как раз за счет регулирования кашид. Вот еще несколько классных примеров, где видно, что помимо текста большое внимание уделяется как декорациям вокруг основного содержания, то есть разные линии, разные, нарисованный поверх того, что является основной картинкой. Интересно еще, что если в западной традиции мы чаще всего стараемся не помещать никакие графические элементы на лица, чтобы их было открыто видно, то в Иране, насколько я понимаю, нет такой проблемы. Коротко про иранское кино, оно очень крутое, четыре иранских картины в топе сто зарубежных фильмов по версии BBC, вот сайт, где их можно смотреть. Но я думаю значительно более развитое, чем в России, по крайней мере, если смотреть на ацетированность. Фильмы действительно очень классные, очень аутентичные, очень отличаются от того, к чему мы привыкли. Также есть, я уверен, на русских площадках с русскими субтитрами довольно много картин. Даже в Москве, в Петербурге я умудрялся ходить на показы германских фильмов. Дальше вещь, которая меня удивила колоссально. Помимо кафе, галереи и магазинов, в Тегране очень много галерей. Сначала я сходил в пять, потом сходил в десять, потом я пытался составить полный список, и их оказалось больше тридцати пяти. В Москве меньше галереи, при том, что к искусству там кажется отношение все еще довольно лояльное. Я потом спросил у своей подруги, она говорит, спокойно умножай на дву. Это просто то, что я нашел. Вот 35 галерей, это то, о чем знаю я. Вы можете мне не верить, проверить очень просто. Вот зайдите на аккаунт Moxengallery в Инстаграме и начните соловить их одним за другим, и также все рекомендации, которые вам покажет Инстаграм, вы не закончите до конца вечера. И у каждой из них вы видите там по сорок тысяч подписчиков и прочее. А, ну здесь должна быть гифка, когда я нажимаю и подписываюсь на один за другим. В одной из таких галерей я познакомился с девушкой, у которой была там выставка, и спустя несколько лет она помогла мне организовать 7,5 часов интервью в Иране с местными предпринимателями, художниками, руководителями галереи. Мне было очень интересно понять, как они в таких сложных условиях делают такие вещи. Она представила ко мне свою племянницу 18-летнюю, которая всю неделю ходила со мной по этим местам и переводила часы, часы, часы этих интервью, которые они мне давали на персидском, и переводила мне на английский. Вот несколько картинок с этих интервью. Это руководитель одной из галерей современного искусства, который рассказывал о том, что довольно сложно экспортировать иранское искусство куда-либо, но при этом они находят пути. И даже есть каким-то образом некоторые галереи, у которых есть представительство в Тибиране и в Нью-Йорке, потому что многие иранцы во время революции уехали, прям сотни-сотни тысяч уехали на Запад, и до сих пор культурные связи поддерживаются, и каким-то образом они находят способ проводить совместные выставки и прочее, и прочее. У нас была очень длительная беседа, и в конце беседы он попросил своего помощника принести пару книг. Во-первых, выяснилось, что большинство хороших книг об иранском искусстве были выпущены не в Иране, по понятным причинам, а во-вторых, в какой-то момент он, значит, придвинул ко мне несколько книжек, посмотрел мне в глаза и сказал «Самыздад». Прямо по-русски сказал «Самыздад». Оказывается, в Иране довольно большое подпольное книгопечатание, при этом мне казалось, что я, значит, такой опасный преступник, что если я их вывезу, и кто-то мне там их найдет, то меня обязательно посадят. На самом же деле, значит, полиция, опять же, к этому относится довольно лояльно, это просто печатать нельзя, но если найдут, не садить же всех у кого есть такие книжки. Опять же, контраст с Советским Союзом. А еще, кстати, интересно, что у иранцев, у меня есть друзья, которые занимаются кодчерфингом, то есть они всех иностранцев, ну, просто каждую неделю у них новый иностранец живет в квартире, они показывают им город, и у моих друзей нет проблем, никаких ни с полицией, ни с правительством. Иногда соседи, так, значит, очень аккуратно относятся к тебе, но, по крайней мере, тоже контраст с Советским Союзом, где могли бы в таком случае обыски, где, значит, и могли отобрать бы книжки и прочее, и прочее. Мы сходили также в первую иранскую международную арт-резиденцию, которая производит обмены иранских художников с художниками в остальном мире. То есть они выбирают одного иранского художника, одного художника, скажем, в Испании, и они меняют их на месяц, и они делают удаленно какой-то совместный проект, потом происходит презентация. В внешнеполитических условиях Ирана они умудрились сделать такие обмены больше, чем с 11 странами, в том числе и Германия, и Индия, и Китай, и Венгрия, и Италия. У меня не было места, их на самом деле сильно больше. В общем, каждое посольство любой страны в Иране, кажется, поучаствовало в том, чтобы такой культурный обмен организовать. Что интересно, как я сказал, таких мест много, они чаще всего за закрытыми дверьми, не на крупных улицах, нужно звонить в домофон, а что происходит внутри, это совершенно другая жизнь. Там очень красиво, там никто не носит платки, ну, зависит, конечно, религиозные, не религиозные люди, по крайней мере, наверное, если там одна девушка не носит, другая носит, то никто никому ничего не скажет. И, более того, конкретно на этом месте они на крыше построили двухметровый забор вокруг всего места, и там резиденты занимались йогой в купальниках. Значит, на крыше в самом центре Тегерана они построили такой забор, что было не видно с соседних зданий, и, значит, они могли везти там такую жизнь. Вот моя подруга, которая этим занимается. И, когда я приезжаю из Ирана обратно в Хельсинки или приезжаю в Россию, первое, что у меня люди спрашивают или что мне говорят, здорово, что ты вернулся живым. Или, наверное, у тебя теперь будут проблемы с поездками в Соединенные Штаты или с поездками в Европу. Но это совсем не то, о чем не хочется рассказывать и совсем не то, о чем говорят иранцы. Поэтому, я думаю, вот, важно, важно, значит, эту тему поднимать. И, на самом деле, отношения к иранцам очень расстраивают, потому что люди иранцев боятся. И у меня было несколько знакомых, которые шутили про экстремизм, которым я занимаюсь, с рассказами про Иран, что, значит, я вербую людей в разных городах на какие-то экстремистские акции, что, на самом деле, очень не смешно. И мой друг, которого я приглашал в Петербург, во-первых, мне приходилось ему покупать все билеты самому на скайсканере, на букинге, на Airbnb, потому что они не могут пользоваться кредитными картами, купить что-то заранее. Но, помимо этого, он мне рассказывал, что, когда они пересекали российскую границу, у одного из иранцев, когда он подавал паспорт российскому пограничнику, он выпал, значит, куда-то на пол к пограничнику, и пограничник поднял его в резиновых перчатках. Мой друг мне рассказывал очень долго, его это очень расстроило. Я бы сам не поверил, если бы не знал про эту историю. Вот так. Так они выглядят. Очень милые, приятные люди и хорошо провели время в Петербурге. Очень долго жаловались на то, что невозможно ничего перевести на английский язык. И в остальном, у меня было очень много интересных историй в Иране, когда я на себе испытывал невероятную доброжелательность, когда люди совершенно незнакомые делают для тебя какие-то невероятные вещи. Я написал на каучсерфинге, когда ехал туда во второй раз, о том, что хотел бы встретиться с людьми и узнать чуть больше там разные индустрии, как снимают кино, как делают еще что-то. За неделю мне написало более сотни человек. Такого не было никогда. Я не популярен в социальных сетях или еще что-то. Более сотни человек. Я отвечал еще три недели после этого. И были истории, когда, например, человек встретил меня по аэропорту, привез в центр просто вместо такси. И я ему рассказал о том, что я вегетарианец, я не ем мясо и рыбу. Он говорит, да, понятно. Отвез меня, мы с ним не должны были видеться на следующий день. Потом он мне звонит, Рома, ты где? Я говорю, я в центре. Он говорит, я сейчас подъеду. Они с мамой готовили весь предыдущий вечер вегетарианскую еду для меня, потому что они боялись, что я не смогу найти без знания персидского вегетарианскую еду в Иране. И они, значит, для меня готовили. Другая ситуация. Вот этот тоже товарищ в центре сзади, я с ним познакомился тоже на кауксерфинге. Я останавливался. А? Ибрагиб. Именно он. И, значит, последний день, я у него останавливался два дня, последний день был я, его друг и, значит, он. Он работает инженером иранских шахт в офисе, он их проектирует. И у него работа начинается в 5 утра, поэтому ему пришлось уйти раньше. Мы с другом продолжали говорить, и он мне посоветовал одну книжку. Книжку Халеда Хасейни про воздушных змеев. Это довольно популярная сейчас книжка про афганского мальчика. Есть на русском тоже. И все, мы поговорили, я лег спать, мой друг ушел в 5 утра. Я проспал до часу дня, потому что у меня был самолет позже в этот день. И в час дня врывается мой друг в квартиру и приносит эту книжку. Оказывается, что он, когда ушел спать, он долго не мог заснуть, он услышал, что его друг советует мне эту книжку, и вместо своего обеденного перерыва он поехал в книжный магазин с английскими книжками, чтобы найти для меня книжку, и я мог с ней уехать. И таких ситуаций было просто море. И можно сказать, что это отношение к иностранцам. Если спросить моих друзей, они мне не верят, что вы ранее такое отношение друг к другу. При этом я видел столько ситуаций, когда они друг к другу относятся примерно так же. На религиозные иранские праздники люди друг к другу наливают бесплатный чай. Просто на улице. Или на свадьбе, если у тебя свадьба дочери, то можно в общественном трансмуте раздать конфеты. Значит, когда мы делали визу в Италию для моего друга, выяснилось, что на счету нужно иметь 2000 евро для того, чтобы получить итальянскую визу. Что примерно год его зарплаты. Денег у него таких не было. За два дня его друзья собрали достаточно средств, перевели ему на банковский счет. Это просто не было для него вопросом. Это очень быстро было решено. А как вот с банковской системой они же могли? Нет, внутри страны они же могут это сделать. Нет, внутри довольно... То есть при этом на 2000 евро и неважно, что ты их в другую страну не переведешь? Нет, ему нужно было для посольства внутри страны сделать выписку с банковского счета, чтобы у него есть эти деньги. И таких историй было много. Меня это научило тому, что есть такая алхимия взаимопомощи. То есть человеку, который за час поехал купил книжку, это маленькая вещь, или налить чаю, есть возможность у всех. Но для человека, который получает эту помощь, становится гораздо большим неожиданным таким подарком, который можно вспоминать, про который можно рассказывать истории еще годами, годами и годами. Поэтому я сам стараюсь такие вещи делать как можно чаще. Например, когда в Петербурге был теракт в метро, мне не написали мои европейские, американские знакомые. Я даже не думал, я не ожидал от них, чтобы они написали. Но почему-то мне написало 7 ранцев, которых я не видел или видел там год. Даже на коучсерфинге писали, спрашивали, все ли в порядке, все ли в порядке у моей семьи. Это, наверное, главная вещь, которой я научился у иранцев. Закончить свой рассказ, я бы хотел одну историю. В Владимиране не так много достопримечательностей, но на севере города есть музейный комплекс, где раньше были дворцы, шахов, которых давно уже нет. Удивительно, что они там до сих пор стоят, их не разграбили, там даже есть какие-то революционные флаги. И в одном из домов, значит, в этом музейном комплексе, он огромный, там очень красивые дворцы, есть музей, посвященный вот этим двум братьям. Это братья Мидбар. А в начале 70-х они отправились на мотоциклах из Ирана в кругосветное путешествие. Это сейчас больше людей, которые совершают кругосветные путешествия, тогда это было невероятным чемпием. Они выехали только на мотоцикл. Вот примерный маршрут, по которому они проехали весь мир. И когда они начинали, у них не было денег, они не были известны вообще никак. И со временем они набирали все больше известности. К середине их поездки они встречались с премьер-министрами разных стран. У них были официальные приемы, им дарили какие-то огромные подарки. И вот этот музей, который сделали, это музей всех вещей, которые они привезли из разных стран. Такие четыре комнаты с какими-то бивнями, с масками, значит, очень много разных вещей, которые они привезли. с этих поездок. И миссии этой поездки, они ставили показать, что мир очень разный, но при этом все люди так или иначе связаны. И на мотоциклах, которые стоят там в музее, есть вот такая фраза All different, all relative. мы все разные, но при этом мы связаны на персидском и на английском. Это была миссия. И каждый четверг один из братьев, один из них живет в Аргентине, другой остался в Иране. Каждый четверг в музей он приходит и проводит небольшую лекцию или открытую встречу, на которую приходят десятки молодых иранцев. при том, что вы примерно представляете какая иранская внешнеполитическая ситуация. Он рассказывает про то, как они во имя мира во всем мире совершали эту кругосветку, их принимали по всему миру. И это действительно огромное событие вот каждую неделю. Многие мои друзья туда ходили, люди с ними фотографируются, это довольно популярно. И пока такие вещи в Иране происходят, и когда я вижу, что их становится все больше и больше, это вселяет надежду на то, что со временем все станет лучше. И подсмотрев этот лозунг на их мотоциклах, я решил так назвать лекцию. На этом спасибо вам. У нас есть точно минут 15 на вопрос. Роман, ты говорил про то, что твои знакомые, друзья, они рассказывают, что они смотрели те же фильмы, сериалы западных производителей, но в целом у них, я так понял, что запрещен западный контент, и они как-то их стараются находить, и вообще допустим, тот же какой-нибудь Netflix или какие-то официальные источники, они для них открыты, они могут регистрироваться и смотреть, брать контент. VPN. VPN? А, понятно. А вообще все заблокировано? Все заблокировано, начисто. Но Instagram, но... Но при этом на самом деле большинство заблокировано не внутри страны, а любые американские компании просто блокируют IP-адреса. А, как санкция, да? Да, но простой пример. Я учил персидский, где сайты, где это можно делать, и смотришь итальянский, 80 миллионов людей говорят в мире на итальянском, и там десятки преподавателей. Смотришь персидский, 300 миллионов человек говорят в мире на персидском, там два преподавателя. Я сразу начал звонить своим друзьям, вот ваша возможность заработать там в долларах деньги, со всего мира будут люди учить персидский. Оказалось, что вас чаще всего просто заблокируют, если у вас иранский IP-адрес, или если вы там банковский счет своего брата, который из Сингапура, но у него есть связи в Иране, то очень быстро это подчищается, потому что компании просто боятся нарушать санкции и получать штраф. И также вот с софтом, да, ты говорил, что сложно было найти вообще где-то на стороне конкурсиках, на какие-нибудь торренты, вот сейкфот, адоб, программ, фотошоп, иллюстраторы, я не знаю, какие-то... Я думаю, так же пиратят, как в России. Ну, то есть у них есть возможность, да, выходить это ПЛО пиратское? Можно представить себе, наверное, Россию к конца 90-х, когда на дисках продавались все эти вещи, вот так до сих пор это. На пяти дисках записано, да, на улицах люди продают, нелегально, значит, на пяти дисках записано какой-то фильм по Плю-Рее. Ну вот. Да. Вопрос про язык. Как это говорится, как произносится и как пишется слово доверие на верстинском языке? Насколько я понимаю, это очень плотные социальные контакты. Например, из Барвежского Тильгит, которое читается в слову Палиндром с одну и другую сторону показывает многое в принципе социальные устройства. Я не Бали эксперт в персидском языке, я учу его три месяца, я максимум могу читать и делать презентации с персидскими буквами. Но забыл, кстати, сказать, что я потом узнал, что фамилия Амидвар, как бы это странно ни звучало, переводится как полный надежды. Вот это просто завершило, было последним штрихом к тому, чтобы сделать это таким концом презентации. Не знаю, как переводится. Хорошо. Второй вопрос. Как чувствовать себя здравоохранение и в принципе как там часто люди страдают издревением, ашмией сердца и так далее? В принципе, там много толстых людей или мало толстых людей? Вот опять же, не эксперт, потому что вижу частные факты. Но ровно как, например, в России мы не замечаем, насколько громадная пропасть между богатыми и бедными, сколько там людей живет за чертой бедности, потому что мы по центру города этого не видим. Точно так же в Иране я этих проблем конечно не вижу. Я знаю, что иранское здравоохранение одно из лучших в регионе, то есть, например, из Ирака часто ездят в Иран для того, чтобы подлечиться. и поскольку у них запрещено значительно больше, чем у нас всяких западных лекарств, они практически все производят либо внутри страны, либо импортируют из Китая. Но ровно те же проблемы, что сейчас и у нас с санкциями, с импортом всех серьезных каких-то вещей, которые не производят в России в плане лекарств. Поэтому иногда знакомые прям заказывают, чтобы ты привез, например, из Европы какой-то медикамент, которого нет раньше. По поводу отношения к иностранцам. К мужчинам понятно, а к женщинам-иностранкам такое же отношение? Отличный вопрос. Значит, как я сказал, я неделю провел с 18-летней девушкой, с которой мы ходили по улицам и выглядело довольно необычно. Наверное, если бы я был иранцем, это было бы не очень в обществе принято, потому что понятно, что она не замужем, ей 18 лет, но иностранец немного не парень. И ровно точно так же иностранцы, которые приезжают, к ним относятся сильно мягче. Я знаю человека, который в шортах вышел на улицу. И это не только Иран. Многие азиатские страны там тоже запрещено. И полиция посмеется над тобой, но ничего особо не скажет. А девушкам безопасно одним путешествовать в Иране. Главное, носи платок, все. И более того, наверное, как в Советском Союзе к иностранцам такое двоякое отношение с большим интересом, при этом с легкой опаской. Поэтому очень безопасно в Иране для иностранцев. Лишний раз не трогают. Единственное, что довольно распространено, ровно, как я думаю, и в Советской России, и в России, кражи. То есть, если ты в машине, например, расставляешь вещи и куда-то уходишь, ну, это просто приглашение, да, на то, чтобы тебя что-то украсть, но при этом вооруженных нападений не бывает. Мне кажется, в том числе из-за того, что запрещен алкоголь, там сильно меньше подобного рода вещей. Так, кстати, да, как тогда с оружием так? Не знаю, не видел с пистолетами людей на улицах, не эксперт в зубе оружия. Еще какие вопросы? Ну что, я думаю, на этом тогда мы можем закончить. Не, ладно, что я могу задать. Давай. Хорошо, окей. В любом случае, в любой экспо в другую страну, он, так или иначе, ну, коррелирует. Все познается с раком. Что из того, что в Новом Гране, в принципе, применимо Российской Федерации? То есть, те грамотные решения, которые есть там, будь то фонтанчики с водичкой, как бы были сковейки, путь дорог и прочие вещи, они, в принципе, применимы в России. В принципе, они приживутся весь социум, но с твоей точки зрения. А черт его знает, честно говоря. Не, меня очень удивило в Иране то, что вот тебе кажется, что город такой должен быть тоталитарный, ну, вот ты чувствуешься маленьким, ну, как неважным, да, как, например, там, по многих советских местах или там, в других тоталитарных странах, но в Тегеране этого не чувствуется. То есть, вот много таких человечных элементов, там, где-то лавочки, где-то еще что-то. Это не уникальная иранская вещь, то есть, такой есть там в европейских странах, просто удивительно, что там это есть, а многого из этого нет. конкретного списка. Нет, нет конкретного списка. Но в плане графического дизайна очень много всего можно узнать, то есть, у них очень крутые комбинации цветов. Они не боятся грязных цветов, например, вот это очень-очень интересно. То есть, хаки или грязный серый и комбинируется с чем-то очень интересным, пастельным, тоже грязным, вот, что в России, я боюсь использовать, даже не покупать, например, Ну что, нас через 10 минут выгонят из магазина. Спасибо вам за это. Давайте мы с вами сфотографируемся, потому что многих людей я здесь знаю, кого-то не знаю, и мне не поверят, что я в минус, обещали минус 40, стало проще, собрал столько людей и послушать про иран. Спасибо. Еще раз спасибо новосибирскому от Квитом университету и магазину Пленистаж. Продолжение следует...